Еще одна категория преступлений, с которой силовики пока что справиться не могут, ну или не хотят, это аферы с реестрами. Звучит, казалось бы, непонятно, но на деле у любого человека в нашей стране могут запросто украсть квартиру. А сам владелец об этом даже узнает не сразу. Не только квартиру, мошенникам удается завладевать и домами, и предприятиями. Как работают эти схемы, и почему под угрозой недвижимость каждого украинца, разбиралась Елена Зорина. Нагло отжать или цивилизованно отобрать. Можно даже оптом и за одну ночь. Любой, кто купил недвижимость, я бы рекомендовал в каком-то бумажном виде все-таки иметь документ, подтверждающий право собственности. Вписать нужные фамилии в графе владелец без шума и пыли оказывается проще простого. Цены, насколько мы знаем, по такой оперативной информации, это от одной до нескольких тысяч долларов. Черные нотариусы, риэлторы или просто мошенники. Тысячи пострадавших, но вот поймать за руку аферистов не так-то просто. Это ноу-хау, который сегодня есть и развивается. Мне была заявлена сумма 15 тысяч долларов, и все, мы закрываем эту тему. Пока Людмила была в зоне АТО, для ее квартиры нашелся новый владелец. Как раз после Иловайска я лежала по госпиталям, и за этот момент все это было сделано. Небольшая трехкомнатная квартира в центре шахтерского городка Терновка, где Люда до войны жила вместе с двумя детьми. Недвижимость досталась в наследство от дедушки, которого она досматривала. Но в один прекрасный день входные двери просто сменили. Все хозяйки оставили, наши вывели. Он только приехал, телевизор нашли в шахлонере, и водогрейка где-то была. Новый владелец, некий адвокат, рассказывает мать Людмилы Раиса Николаевна. Это опасно, он угрожал. Как он узнал, мы сами не знаем. После вызова полиции он отдал дубликат ключей. Сама же Людмила отправилась на судебную войну, которая продолжается по сей день. Там все поставлено на поток. То есть знаем, что в Терновке ни одна квартира, которую они, ну, знаете, как находили, стариком находили там неблагополучные семьи, знакомы с этим нотариусом, это они не скрывают, и частный нотариус, таким образом они не формулили квартиру. Юридические услуги особого сорта так вуалируют этот довольно прибыльный бизнес. Переписать не то, что на кота, на кого укажете. Могут все, что угодно. Квартиру, машину, дачу и даже целое предприятие. Иногда достаточно одного звонка. Такая вот современная форма рейдерства. Большой популярностью этот бизнес стал пользоваться после открытия реестров для нотариусов и изменения правил оформления недвижимости. Подделка документов, двойные продажи. Відродилась так звана старая схема, коли продают неиснуючие квартиры. Один раз зазначенную квартиру уже продали, и после того, внести новую неправдивую видимость до реестра, намагалися продать эту квартиру второй раз. Объявления нужных людей есть даже в интернете. Находят каких-то нотариусов, либо находят материальные бланки, изготовляют поддельную доверенность якобы от собственника помещения и с этой доверенностью, со всеми правами переоформляют, причем несколько раз. В большинстве случаев эти лица все проживают либо на территории АТО, либо в Крыму, их даже найти очень тяжело, либо являются вообще иностранцами. Черных нотариусов берут на карандаш в Минюсте, их отлучают от реестров, но те все равно продолжают действовать. Они уверены в безнаказанности, потому что там кто-то сверху договорится. За те взятки, которые они берут, отдают вверх, там у них крыша. Но иногда и сами нотариусы оказываются жертвами. Хакер присылает письмо, в котором вредоносное вложение. Это вложение на самом деле очень четко похоже на письма, которые приходят от Минюста. Получить доступ к реестру и хозяйничать там уже от имени нотариуса может даже студент. Так переоформляют недвижимость и выводят из-под ареста нажитое непосильным трудом. Чем крупнее объект, тем больше ставки. Это были и квартиры у частных лиц, это была и достаточно крупная коммерческая собственность, когда из ипотеки банка выводилась, и тут же куда-то там в офшоры продавалось. И какие-то сети магазинов, сети заправок. Под прицелом, говорят риэлторы, оказываются прежде всего те, за кого вступиться некому. Одинокие люди, люди, которые подвержены психическому влиянию. Люди, которые уезжают отсюда на длительный срок, там за рубеж, допустим. Арендодатели, которые пытаются, так скажем, не совсем честно, открыто сдавать свое имущество. Вера Михайловна с надеждой в который раз заходит в этот подъезд. Весной она часто проведывала одинокого пенсионера Владимира Баркуна. После смерти жены инвалиду нужна была помощь. А в начале лета пенсионер внезапно исчез. После пропажи старика в квартире появились посторонние люди. Оттуда вывезли вещи и начался ремонт. Где хозяин жилья, незнакомцы долго не признавались. За считанные месяцы на одинокого старика успели оформить кипы документов и судебных решений. Оказалось, его признали недееспособным и назначили опекуна. А та выписала его из квартиры. В село Чеховка, 20 километров от Черкассы, исчезнувшего Владимира Баркуна удалось найти среди пациентов местного психоневрологического интерната. Теперь Владимир Ильич на попечении у государства. Ведь опекун о нем едва вспоминает. В один раз я очень приезжал, проведу его. Без дозвола опекуна мы не можем никаких действий действовать. Опекун Екатерина Лысенко для пенсионера после решения суда ближе, чем самый близкий родственник. Без ее разрешения с Владимиром Баркуном теперь нельзя даже общаться. Почему старика выселили, женщина объяснять не хочет. То наши справы, там и даже ремонт зараз. Все опекунская рада знает, мисская рада знает. Так что пешок, ты знаешь, куда? В разговоре утверждают, что она родственница по линии жены, а по судебным решениям просто знакомая. Но дальше больше. История напоминает настоящий детектив. Оказывается, половину жилья пенсионера после смерти его супруги унаследовал через суд какой-то двоюродный внук. И продал ее сестре нынешнего опекуна. И сам тоже стал опекуном старика. Абсолютно законные действия проведены, но такие, что я и не с первого раза поняла, кто там кому что. Чтобы не стать жертвами квартирных аферистов, юристы и риэлторы советуют тщательно проверять документы, которые подписываете. А оригиналы, подтверждающие право собственности, не доверять никому. Впрочем, это лишь малая страховка. От незаконных вмешательств в реестр не защитит никто. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Елена Миндалюк, Станислав Кухарчук, Вячеслав Фролов, Иван Ермаков и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер.